Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава ЭКИФ. Я хотел бы посвятить сегодняшний наш урок светлой памяти мамы Феликса Ефимовича Вулиса, Хава Бат Аделия. Итак, в нашей недельной главе рассказывается о том, как Маше получал еврейский народ. В одном из получений также пишется история о мане, что 40 лет, как вы знаете, еврейский народ питался в пустыне маном. Ман – это была такая пища, которая выпадала с неба. Вот, кстати, очень интересно, какое благословение говорили на ман? Если мы говорим благословение на лехем, на лехем амот садехем минаорес, выводящий хлеб из земли, то говорят, что на ман говорили амот садехем минашамаем, что выводящий хлеб из небес. То есть Всевышний давал вот такую еду, которая очень сильно славилась различными качествами. Одно из качеств этой еды было то, что она могла приобрести любой вкус. Любой вкус, который человек захотел, ман приобретал. Это раз. Вторая вещь, которую я хотел бы отметить, что ман также использовали женщины как благовоние, потому что он приобретал также запах, и женщины пользовались как благовоние. И также у мана была еще особенность, что от него не нужно было ходить в туалет, потому что это была полностью усваиваемая пища, которая усваивалась полностью в организме, и не нужно было ходить в туалет. И у нас возникает несколько вопросов о том, как ман называет непосредственно сама Тора. Это раз. И как евреи отнеслись к пропаданию ману, и почему был бунт, который был связан именно с маном. Так, слова Тора, который говорит пасуки, вырванный пасук из текста немножко, я вот вырываю немножко, там несколько слов, но тем не менее, Всевышний говорит так, и питал в 40 лет тебя маном, чтобы смирить тебя, да, и не только чтобы смирить тебя, а испытать тебя. В чем же было испытание маном? В чем было смирение маном? Наоборот, казалось, какое испытание? Всевышний не испытывает нас. Он дает нам полностью хлеб, дает нам что кушать, что есть, о чем подумать, и тем не менее, мы называем, еврейский народ называет это испытание маном, что Всевышний испытывает нас маном, то есть это названо испытанием. И если все так хорошо, и ман приобретал любой вкус, посмотрите, какой кайф, захотел одну еду, пожалуйста, одну еду, захотел другую, захотел другую. Тем не менее, у нас возникает очень важный вопрос, почему евреи пришли с бунтом к Маше, и они говорили претензии по поводу мана, и эти претензии были настолько серьезные, что они говорили, там в Египте мы помним, что мы не кушали бесплатную пищу, что мы ели бесплатно, да, то есть, что мы ели там, нас кормили, там, они говорят кабачки, они говорят другие виды пищи, вот, чем они недовольны, почему они недовольны маном, почему они говорят, давайте мы вернемся в Египет, потому что там у нас была еда бесплатная, да, и мы должны с вами это подробно разобрать. У мана была одна особенность, о которой мне надо с вами поговорить. Ман выпадал ровно на один день, то есть, ман выпадал ровно на один день. Мы знаем, что природа человека, если у него есть, он обязательно откладывает на завтра, особенно люди, которым тяжело доставала жизнь, если мы знаем, мы возьмем людей, которые перешили плагату или другие вещи, которые были голодные, у них всегда где-то лежит кусочек еды, потому что они думают, не дай бог, завтра будет голодно. Но Всевышний не дал евреям ман раз в 40 лет, да, то есть на 40 лет раз в неделю, да, Всевышний дает евреям ман, который выпадает каждый день. Мало лишь того, что евреи, который собирает, он должен собирать, было определенное количество мана, его должно было хватать, чтобы поесть, но если он оставлял на завтра, в нем заводились черви, это был быстро портящийся продукт, который не оставался больше, чем один день, за исключением шаббата, об этом мы с вами тоже сейчас поговорим. Вы знаете, что когда наступает шаббат, на столе лежат две халы, две халы, которые символизируют два аспекта шаббата, помни и чти, но еще оставят две халы, потому что в пятницу выпадало двойное количество хлеба, то есть мана, которых хватало на субботу, потому что пишется, что в субботу ман не будет выпадать, и поэтому Всевышний заранее позаботился, чтобы мана выпала как бы, чтобы хватило и на субботу, и на будний день, и ман не портился в субботу, да, то есть как бы мы видим, что Всевышний делает чудо в чуде, то есть с одной стороны это был быстропортящийся продукт, с другой стороны в субботу он не портился, с другой стороны он приобретал любой вкус, и в чем же тогда проблема, какая проблема у евреев была с маном, что так это им не понравилось? Всевышнему нужно было вывести с вчерашнего поколения рабов, вывести свободных людей. Человек должен понимать, что хлебом питает его Всевышний, что Всевышний тот, кто дает ему ман. Ман это не только прообраз хлеба, ман это прообраз вообще всего материального, что материальные блага, которые человек получает в этом мире, идут от Всевышнего. И раз они идут от Всевышнего, Всевышний хотел приучить евреев к абсолютной вере в Творца, вере, что будет день и будет пища, то есть каждый день, что будет хлеб. И когда человек не верит в это, или когда человек пытается отложить на завтра, то заводились черви, и это очень тяжелое чувство. Евреи не привыкли к такой беззаговорочной вере во Всевышнего, что на завтра у них не будет что кушать. Очень просто человеку быть рабом. Когда человек раб, то он знает, что завтра господин его будет заботиться о хлебе насущем. И поэтому рабы как правильно духовно не росли. Почему они духовно не растут? Потому что чтобы был духовный рост, нужно ощущать потребность в чем-то. Когда есть потребность в чем-то, человек ощущает духовный рост. Им нужна потребность в каких-то вещах, человек стремится, чтобы эти потребности приобрести. И поэтому без потребности человек духовно не растет. Евреи же не хотели, чтобы у них была потребность, они хотели, чтобы на завтрашний день был спокоен за счет того, что они отложили на завтра. Помните, как в том знаменитом анекдоте, когда говорят, Рабинович, если вы завтра выиграете миллион, на что вы его потратите? Рабинович говорит, а почему сразу потратить? То есть вы понимаете, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что евреи, который, то есть вообще человек, любит откладывать на завтра. Я уже неоднократно говорил на своих занятиях, и это тема, которая перевернула меня в правильное русло, что человек, который откладывает на завтра, и думает, что то, что он отложил, это самое важное подчеркнуть. Я не говорю, что не нужно откладывать на завтрашний день. Я не говорю, что не нужно делать бюджет. Нужно делать бюджет. Но если человек считает, что то, что у него есть отложенное, то, что сделан его бюджет на завтрашний день, принесет ему завтрашний день, он как будто бы служит идолом. Почему? Потому что он не верит, что Всевышний даст на завтра. Всевышний 40 лет приучал евреев ощущать и знать, что завтрашний день принесет хлеб, что он полностью должен довериться Всевышнему. Еврей полностью должен довериться Всевышнему. При этом, когда человек, если у него сегодня все хорошо, он должен верить, что завтра тоже будет все хорошо, раз Всевышний дает сегодня. Почему я должен думать, что он не даст завтра? И мало лишь того, что я должен понимать, прекрасно осознавать, что те мои запасы, которые я вложу на завтра, как говорится в Талмуде, человек, у которого есть пища на сегодняшний день, и он беспокоится, что он будет есть завтра, он поступает очень неправильно. То же самое, когда человек не верит в то, что завтра Всевышний даст. Мало лишь того, что наша вера, то, что Всевышний завтра даст, эта вера приводит к тому, что меняется действительность, что меняется ситуация. Потому что, когда ребенок пытается сделать вид, что он забыл, кто такой папа, то Всевышний, то папа, как бы хочет ему напомнить о том, что на самом деле хлеб дает никто иной, как папа. Хлеб не дает никто иной, как Всевышний. И поэтому зачастую происходят разные события, которые переворачивают нас в разные вещи. И, как правило, я уже говорил об этом на предыдущих уроках, что человек, который не доверяет Всевышнему, человек, который думает, что завтра Всевышний не даст, то, что он откладывает, он тоже может потерять. Именно здесь мы приходим к пониманию субботы. Пишется, что суббота является макора браха, она является основой благословения. А того, когда мы приходим в синагогу, и как мы молимся, как мы думаем, и как мы проводим в субботу, это является макором благословения. Почему нам положили две халы на стол, чтобы мы ощущали, что на самом деле вся наша неделя, то, что мы заработали до этого, и то, что мы заработаем в будущем, является связью вместе с той субботой, как мы ее провели. А того, как человек проводит субботу, это влияет на его благосостояние материальное и физическое, и духовное, понятно. Что человек, проводя субботу, должен понимать, что благословение на самом деле идет от Всевышнего. И это напоминает нам сегодняшний ман с вами, напоминает ман, который мы едим, который мы употребляем. Что ман приходил каждый день на то, чтобы было осознавание, что все приходит непосредственно от Всевышнего, а не от нашего копошения. При этом не надо думать, что нам не нужно при этом копошиться, не нужно ничего делать. Всевышний хочет, чтобы мы сделали сосуды, и эти сосуды использовали для того, чтобы они наполнились огромным благословением. Вот почему у евреев была проблема, вот почему евреи не хотели кушать ман. Ман – это была пища, которая заставляла их думать о завтрашнем дне. Ну, не заставляла думать о завтрашнем дне. Это пища, которая пыталась принести какую-то уверенность в завтрашнем дне. То есть, что ты кушаешь сегодня и должен верить, что завтра Всевышний даст тебе опять. А это очень сложно. И поэтому евреи говорят, помним мы бесплатную пищу. Что значит бесплатную пищу? Известно, что в Египте они не ели бесплатную пищу. Они отрабатывали ее еще как отрабатывали. Но, тем не менее, они называют ее бесплатной. Бесплатная пища – это то, что они знали, что всегда будет день, будет пища, завтра дает хозяин пищу. Они полностью зависят от хозяина. Здесь же они должны были зависеть от Всевышнего. Они должны были понимать, что их духовная работа – это то, что является благословением. Поэтому Ман делился на качество, как он преподносился евреям. То есть, одним преподносился праведникам уже готовым, уже как шиценгвич, а другие должны были ходить и тяжело работать, чтобы его собрать. То есть, точно так же это напоминает нашу работу. И мы видим, что это также меняет сущность. Что наш подход, наша вера во Всевышнего, что он даст, меняет сущность. Сегодня будет 20-е Ава, вечером наступает. 20-е Ава – это день ухода предыдущего отца любаяческого Ребы. И в этот день есть обещание Ребы, что тот, кто даст, то есть, получит 500 раз больше. И почему мы должны верить в это обещание? Потому что сама вера даже в это обещание, она меняет действительность. Так Всевышний хочет. Всевышний говорит, когда вы доверяете мне, доверься мне, и ты не пожалеешь. Доверься мне, и ты не пожалеешь. И твоя вера перевернется во что-то другое. Как я сегодня вспомнил, у нас было 23 года свадьбы, и меня пригласил Днепропетровск мой близкий друг, Натан Золотаревский. И он сказал мне, когда я думал ехать туда или в другое место, он говорит, приезжай ко мне, и ты не пожалеешь. Вот я верю ему, что он не пожалеет, что я не пожалею, я не пожалел. И это напоминает, что когда у тебя есть полностью уверенность, ты уверен в каком-то человеке, ты не будешь беспокоиться завтра. Ты знаешь, что с этим человеком безопасно. Точно так же Всевышний хочет, чтобы мы доверяли ему, чтобы мы знали, что с ним небезопасно. Не бойся, не думай о завтрашнем дне. Всевышний даст тебе, Всевышний даст тебе сегодня. Всевышний даст тебе сегодня силы, Всевышний даст тебе сегодня возможности. То есть, как он дал тебе сегодня, так он даст и завтра. И сама эта вера переворачивает, как мы сказали, в действительность. Раба всегда говорил, думай хорошо, будет хорошо. Да, что значит, думай хорошо, будет хорошо. Как можно, хорошие мысли могут перевернуть в хорошие вещи. Да, действительно может. Потому что, когда мы полностью доверяем Всевышнему, полностью отдаем себе в руки, тогда и Всевышний очень рад за это показывать, насколько, насколько он может сделать, как-то мой друг сказал, приезжай, и ты не пожалеешь. Доверься мне, и ты не пожалеешь. И я хотел вспомнить очень одну интересную историю. Есть такая история, рассказывает ее раб Ашкиназин, на одной из своих лекций она рассказывает так, что у отца был сын, который не сильно был послушным. И в качестве наказания этого сына он ему сказал, или ты живешь, как мы хотим, ну, как человек, или ты должен уйти отсюда. Сын уходит, он уходит, и где он идет спать? Он идет спать на какой-то скамейке, там, где-то я уже рассказываю эту историю в разных лекциях, он пошел спать где-то на скамейке на улице. И вот он спит на скамейке на улице день-два, а вдруг к нему подходит такой человек и говорит, а что ты здесь делаешь? Он говорит, я сплю, у меня негде спать. И он рассказывает всю свою историю. Он говорит, ну, что тебе спать на улице? Идем ко мне, у меня есть подвал, подвальное помещение. Это не такой подвал, как мы понимаем, в Одессе. Это подвал в Америке, это жилые комнаты практически. Вот, ты там можешь, бейзмен так называется, ты там сможешь побыть и подумать, потом, может, ты что-то придумаешь. Он там живет день-два, ему подходит тот же самый человек, и говорит, слушай, что ты будешь просто так жить? Вот есть кто-то, ищет там человека, которому нужно пекарню. В пекарню ищет человека поработать. Не хочешь ли попробовать найти работу? Он идет в пекарню, его принимает, он начинает работать, видит, как он хорошо работает, повышает ему зарплату, дают. И вот он уже начал там руководить другой пекарней, которую ему дает директор. И вот директор говорит, да зачем тебе просто руководить? Давай мы будем с тобой партнером. И вот он входит в партнерство с этим директором, и он очень богатеет, становится довольно богатый, ответственный человек, и он решил написать отцу. Он пишет отцу, отец дорогой, вот, несмотря на то, что ты со мной так поступил, посмотри на меня, чего я добился. Я добился того-то, того-то, и он рассказывает всю эту историю. Отец отвечает ему письмо. Дорогой сын, я думал, писать тебе письмо или не писать, отвечать тебе или не отвечать, и решил все-таки ответить. Помнишь, когда ты вышел из дома и ночевал в бейсменте, когда ночевал на улице, в парке. Я знал, что ты ночуешь в парке, и я нашел человека, которому заплатил, который подошел к тебе и предложил тебе ночевать у него. С чего бы вдруг человек с улицы просто нашел какого-то другого человека, вдруг он его обкрадет, и скажет, тебе негде жить, приходи жить ко мне, и дал бы тебе место. Он дал тебе место, потому что я его попросил, и не просто попросил, я за это хорошо заплатил. Потом я нашел поблизости пекарню, пришел к директору пекарни и сказал, у меня есть сын, когда он придет, его зовут так-то и так-то, Когда он придет, возьми его, и я буду сам оплачивать его зарплату. Мало ли что, я тебе буду доплачивать только, чтобы он работал у тебя. И когда ты пришел, тебя взяли на работу, просто так же не берут с улицы на работу. И вдруг ты начал быть успешным, и тебе дали управлять другой пекарней. Почему? Друг простому человеку дадут управлять другой пекарней. Потому что я купил еще одну пекарню для этого человека, для того, чтобы ты мог управлять и получал много денег. И так далее всю жизнь я сопровождал тебя до сегодняшнего момента, который ты пишешь. И это то же самое мы видим во Всевышнем. Что иногда человеку кажется, что он сам, что он что-то должен добиться, и все. На самом деле, все его попытки, все его движения, которым ему кажется, что он добился, это выходит от Всевышнего. Это, как нам пишется в нашей неделе, вторая вещь. И ел ты, и насытился, и забыл Всевышнего. Что человеку иногда кажется, что это пришло деяние его рук. Я об этом хочу поговорить. Если успею сделать на этой неделе еще один урок, я поговорю отдельно. Но я хотел сказать той мыслью, в которой я живу. Эта мысль, в которой говорит Сатане, говорит Алтарейбе, он говорит, что чем человек становится богаче, чем человек становится не богаче, чем человек становится успешнее. Чем Бог ему больше дает, тем больше человек должен быть, называется, на верите, скромным. То есть, потому что он должен понимать, что я сделал. Мне сам Всевышний это дал. Всевышний сделал мне подарок. Вместо этого человек начинает возгордиться, человек начинает подыматься, человек начинает вести себя неподобающе, потому что он считает, что это он сделал. И Алтарейбе пишет, а должно быть наоборот. Должно быть наоборот. Очень страшные церара есть в нас, когда мы ощущаем себя чем-то великим. То есть, ощущение себя чем-то великим, это вещь, которая приводит в результате к не очень хорошим поступкам. И поэтому нужна приливка от такого ощущения. И поэтому Алтарейбе напоминает в Тане, что когда у тебя есть большой успех, ты должен в первую очередь поблагодарить Всевышнего и ощущать, что это благодарность Всевышнему. И есть то, что ты получил. Интересный момент, который мы должны выучить с этого. Если мы полностью доверяем Всевышнему, то мы знаем, что бы с нами ни произошло, даже не дай Бог плохое, это идет от Всевышнего. И в этом есть хорошая задумка. И поэтому уже когда человек, не дай Бог, заболел или что-то с ним случилось, он уже может думать о том, как он отпразднует извлечение. Как он отпразднует события, которые называются Силудат Тадая, Силдат Благодарность, Трапеза Благодарности. То есть поэтому, не дай Бог, если кто-то заболел, пусть уже приготовит водку для того, чтобы сказать Алхай, уже приготовиться к трапезе, готовиться к радоваться чудесному избравлению. И если мы по-настоящему доверимся своему отцу, как в той истории, которую я сказал, которая произошла со мной на этой неделе, вы не пожалеете. То есть приедь, и ты не пожалеешь. Доверься Богу. И когда ты доверишься Богу, когда ты будешь уверен и поверь, Богу есть возможность. Он тебе дать все, что ты хочешь и что ты заслужил. И даже то, что ты не заслужил, потому что твоя вера это уже заслуга. Когда ребенок полностью доверяет папе, папа получает огромнейшее удовольствие. Всего хорошего. Плодотворной недели.